В седьмом туре чемпионата Беларуси по футболу Высшей лиги Мозырьская славя на своем поле учинила разгром Минску. Мозыряне победили 6-2. В турнирной таблице они располагаются на 10-м месте. В первой лиге прошел пятый тур. Гомель Желдор Транс потерял первые очки. Железнодорожники сыграли в ничью 2-2 со Сморгонью. Светлогорский химик уступил Лиде 1-2. А вот Гомель впервые смог забить более одного мяча за игру. Зелено-белые дома принимали Барановичи. Первые 10 минут матча удались обеим командам. Пока диктор на стадионе объявлял составы, гости уже неслись к воротам хозяев. Ковалев был на месте. Забить удалось Гомелю. На третьей минуте Дмитрий Гомза вышел на рандеву с голкипером и не промахнулся. Спустя 5 минут свой момент реализовал Евгений Милевский. Для него, кстати, это был дебютный гол за команду в чемпионатах страны. Кроме того, полузащитнику удалось нарушить одну невеселую традицию. До этого в четырех матчах Гомель не забивал более одного мяча. При цифрах 2-0 на табло расслабляться хозяевам было рано. Барановичам в последних турах удавалось отыгрывать преимущество и в 2, и в 3 мяча. Гости могли сократить отрыв практически сразу, но в нескольких моментах немного не хватило точности. Гомель также продолжал давление на ворота соперника. На пас набили Барсуков и Гомза. Были момента у Чмырикова и Ситко. Во втором тайме Барсуков все же добился успеха. На 58-й минуте Янченко в штрафной обакал защитника и отдал пас партнеру, который не промахнулся. 3-0. На 72-й минуте Гомза оформил дубль, замкнув передачу Ситко с фланга. Один мяч гости при в целом невнятной игре все-таки отквитали. На 77-й минуте после подачи штрафного мяч ворота переправил Евгений Дрозд. Итоговый счет 4-1. Стартовый отрезок, правая наша зона обороны допустила несколько ошибок. Хорошо, что Барана еще не воспользовалась этими моментами. Как бы пошла дальше игра неизвестна. Но в целом я доволен действиями ребят. Наконец-то мы забили больше, чем один мяч. Недоволен то, что пропустили. Счет отражает истинное соотношение сил. Хотя, в принципе, если брать стартовый отрезок 10-минутный, то такой паритет голевых моментов. То есть и мы два голевых момента имели выхода один в один. Ну и, соответственно, футбольный клуб Гомель, который воспользовался своими шансами. В турнирной таблице сейчас продолжает лидировать Гомель Желдор Транс. У железнодорожников 13 очков. Столько же и у Гомеля, который располагается на второй строке. У Могилевского Днепра 12 баллов и третье место. Светлогорский химик на предпоследней 13-й позиции. В женском гонбольном чемпионате страны продолжается финальная серия. Борьбу за золото ведут Гомель и БНТУ БелАЗ. На минувших выходных команды сыграли дважды. В мини-футбольном первенстве Гомельской ВРЗ начал полуфинальную серию против Лид Сельмаша. Для обоих представителей нашего региона все сложилось удачно. Начнем с гонбола. После поражения в первом матче финальной серии на своем поле гомельчанки слегка реабилитировались в Минске, уже на площадке соперника. В субботу БНТУ был повержен с отсчетом 28-22. На следующий день минчанки также забросили в ворота гостей 22 мяча, однако пропустили 25. Счет в серии до трех побед сейчас 2-1 в пользу Гомеля. Следующий матч состоится в ближайшую субботу в Гомельском дворце игровых видов спорта. В мини-футбольном чемпионате страны Гомельский ВРЗ не перестает удивлять. В четвертьфинале дважды был обыгран ВИТЭН. В полуфинале вагоноремонтники продолжили победную серию. Лид Сельмаш был бит на своем поле 4-2, причем ВРЗ отыгрывался со счета 0-2. Этот матч себе в актив точно может занести голкипер гомельчан Юрий Дегтяренко. Но он сам сумел отличиться, а также поучаствовал в еще двух забитых своей командой мячах. В другом полуфинале столица обыграла МАПИТ. Вторые матчи серии до двух побед пройдут 19 мая. Уже завтра в немецком Дуйсбурге стартуют европейские континентальные олимпийские квалификационные соревнования по гребле на байдарках и каное. Для участников это еще один шанс разжиться лицензиями на Олимпиаду в Рио. Они достанутся только победителям. Воспользоваться этим шансом попробует одна представительница Гомельской области. Софья Юрченко из Рогачева. В паре с Александрой Гришиной она посражается за победу в байдарке двойки на дистанции 500 метров. Затем там же в Дуйсбурге пройдут состязания этапа Кубка мира. Поэтому туда отправилась вся наша женская сборная. На накануне спортсменки проходили подготовку в Гомеле. Наша съемочная группа побывала у них на тренировке. Рыбаки, отдыхающие в окрестностях Гомеля, возможно и не догадываются, что мимо них почти ежедневно проезжают звезды белорусского. Да что там мирового спорта. Чемпионки и призерши Европы. Мира Олимпийских игр. Эта женская сборная Беларуси погреблена байдарках. Марина Литвинчук, Маргарита Махнева, Надежда Лепешко. Ольга Худенко, Александра Гришина, Софья Юрченко, Дарья Байчевская. В национальной команде семь спортсменок. С ними тренируются также две представительницы сборной Казахстана. Ну а рулевой старший тренер Геннадий Галицкий. Из всех белорусских баз для проведения домашних сборов наша команда охотно выбирает Гомель. В Гомеле нам всегда нравится тренироваться. Здесь нас встречают, принимают очень хорошо. Ну в этом году как никогда погода нас радует. Ну здесь я проучилась 10 лет, поэтому для меня это как можно сказать второй родной дом. Как говорит наш тренер, мне нравится Гомель тем, что мы здесь успеваем все. Поэтому и на воду сходить, и пробежаться в парке, и в бассейн, и тренажерный зал, все рядом. Поэтому проживание с гостиницей нас тоже не обижают, включает нам полностью весь релакс, центр. Поэтому все здесь устраивает. В прошлом году на планетарном форуме в Милане Марина Литвинчук буквально за 4 часа трижды стала чемпионкой мира. В двойке на спринтерской 200-метровке с Маргаритой Махневой. В четверке на 500 метрах с ней же, а также с Надеждой Лепешко и Ольгой Худенко. И в довесок в одиночке на 5 километрах. Здесь стоит также вспомнить и два золота на первых евроиграх в Баку. Но особенно ценной стала победа на чемпионате мира в четверке, которая, помимо золотых медалей, принесла команде лицензий на Олимпиаду 2016 в Рио-де-Жанейро. К этой Олимпиаде мы, наверное, начали готовиться сразу после Лондонской Олимпиады, когда еще были молоденькими и не обстрелянными девчонками. И за эти предыдущие 4 года мы очень плодотворно работали. И постепенно добавляли, я считаю, что вот венец этой всей подготовки, это прошлогодний чемпионат мира, где мои спортсменки завоевали 3 золотых и 1 серебряную медаль. Поэтому на эту Олимпиаду мы уже заходим с зрелыми состоявшимися спортсменами, командой, которой по силам решать любые задачи. С 18 по 22 мая в немецком Дуйсбурге пройдут состязания этапа Кубка мира, а главное – европейские континентальные олимпийские квалификационные соревнования. На этих стартах Софья Юрченко и Александра Гришина будут бороться в двойке на полукилометровой дистанции. Заветные путевки в Рио там получат только победители. После евроквалификации этапа Кубка мира спортсменкам еще предстоит чемпионат Беларуси, а после него – чемпионат Европы в Москве. Только после этого будет определяться окончательный состав женской байдарочной сборной Беларуси для участия в Олимпиаде. Мы же в любом случае желаем белорусскам только удачи. Открытый областной турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта Беларуси Сергея Смаля, как всегда, оправдал все ожидания и вышел за границы нашего региона. На коврах за победу боролись спортсмены из Беларуси, Украины и России. Нынешний турнир, отмечу, уже 21-й по счету. Участие в юниорском турнире на призы Сергея Смаля приняли более 20 команд. Как всегда, не обошлось без гостей за границей. По две команды приехали из России и Украины, одна из Молдовы. Гомельскую область представляли все регионы, где культивируют вольную борьбу. Также были спортсмены из Минска и Могилевской областей. Всего более 100 атлетов. Нынешний турнир уже 21-й по счету. Самого Сергея Смаля радует, что интерес к соревнованиям не угасает. Очень приятно, что это уже 21-й турнир. В этом году немножко побольше собралось участников, чем в прошлом. Может, оно так и будет теперь. Немножко больше участников. Соответственно, больше мы можем просмотреть наших перспективных спортсменов. Среди гостей турнира была и воспитанница Сергея Смаля Мария Мамашук. В середине апреля она завоевала лицензию на участие в Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Мы не могли не спросить у спортсменки, как она готовится к главному старту четырехлетия. План работы уже есть. На днях Мария вместе с тренерами отправляется во Владикавказ. Внимание будет уделяться общей физической подготовке. Дальше сборы в Беларуси. Потом уже подготовка. В Раубичи поедем, где-то, наверное, с 10 июня. И так планово готовимся уже. Больше, наверное, уже индивидуальная подготовка к Олимпиаде. Будет один турнир, наверное, в июле. В середине, в Испании такой проверочный, чтобы посмотреть, как в такой форме, как что. Вот, а так уже все. Потом уже подводка будет больше еще. Круг остается месяц, наверное. Готовится уже. В целом, 2016 год для Марии Мамашук складывается удачно. Золото чемпионата Европы. С первой попытки удалось завоевать олимпийскую лицензию. Хочется верить, что победные традиции спортсменка продолжат и в Рио. В Гомеле появилась своя баскетбольная лига. Любительская. Первый, как надеются организаторы, не последний сезон стартовал в минувшее воскресенье. В заявке на чемпионат Полесской баскетбольной лиги шесть команд. Сперва они проведут групповой турнир, а после уже плей-офф. Подробности первого игрового дня в следующем сюжете. Попытки создать любительские баскетбольные лиги в Гомеле уже были. Правда, существовали они не более года. Создатели Полесской баскетбольной лиги опыт предшественников учитывают и надеются, что их проект будет более долговечным. Тем более, что перед глазами немало успешных примеров. Чего только стоит непрофессиональная баскетбольная лига. Там выступают команды всей страны. Чемпионаты проводятся в нескольких дивизионах. Есть любительские лиги и в приграничных регионах России и Украины. Я воспринимаю этот сезон первый как большую рекламу, либо промо-акцию по привлечению новых команд, то есть для участия во втором сезоне. Ну и в будущем, конечно, мы не останавливаемся. Мы хотим развиваться, привлекать иностранные команды из Украины, из России, возможно, из Прибалтики. Сделать нашу лигу межрегиональной, если говорить более папостной, международной. В первом же своем сезоне Полесская баскетбольная лига уже вышла за границы не только Гомельской области, но и Белоруссии. В чемпионат заявилось шесть команд. Пять представляют Гомель. Это смешанные чувства, местные, гомельские рыси, пузырики и аргон. Команда «Варяги» из Чернигова. Отличный зал, отличная атмосфера, отличное судейство, отличные соперники. Хочется сказать огромное спасибо организаторам за приглашение. Довольно классно приехать в Гомель, поиграть. Ну, на хорошем уровне. Сначала командам предстоит сыграть однокруговой турнир. По его результатам будут сформированы пары плей-офф. Открыли программу первого игрового дня команды «Местные» и «Варяги». Гомельчане всю игру владели преимуществом, позволив сопернику лишь в третьей четверти подобраться поближе в счете. Финальная сирена зафиксировала победу местных с отсчетом 79-52. После на площадку вышли смешанные чувства и гомельские рыси. Рыси проявляли бойцовский характер, однако ничего не смогли противопоставить сопернику. Смешанные чувства победили 68-38. Самым увлекательным выдался заключительный матч игрового дня. Оргон и пузырики выявили победителя только в овертайме. Пузырики провели дополнительное время более плодотворно и выиграли 88-82. Второй тур и регулярного этапа Полесской баскетбольной лиги пройдет в ближайшие выходные. Подробнее о календаре соревнований можно узнать на сайте лиги или на официальной странице в соцсетях. И на сегодня о спорте все. В следующий раз старты и финиши в эфире в ближайший вторник. С вами был Максим Савин. Удачи в делах и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова